Всем доброго дня. Роберт Гебундям будет сегодня со мной беседовать в прямом эфире в ходе видеомоста. Я напомню нашим подписчикам, что мы делаем эфиры. Это 80 человек, 40 из Армении или представляют Армению, и 40 человек азербайджанцы, которые представляют Азербайджан. Ну и я напомню, что я сделал где-то за полчаса анонс, поэтому я очень надеюсь, что мы будем делиться эфиром. Я надеюсь, что люди будут и, а вот сейчас я увижу Роберта, будут активно также в YouTube-канале. Потрясающие результаты в видеоканалах. Вот Натик Джаферли очень хорошие просмотры набирает. И я очень надеюсь, что азербайджанцы будут внимательно слушать и наших собеседников, которые представляют Армению. Роберт, давайте вы сами представитесь, кем мы сегодня беседуем. Добрый день, я Роберт Гевандзян, политолог, кандидат политических наук, еще эксперт Центра по исследованию политики безопасности Армении. Отлично. Сегодня мы будем говорить о попытках настроить мир между Арменией и Азербайджаном, о попытках разрушить недоверие, несмотря на огромную яму, которая наполнена человеческой кровью, человеческими слезами. Это, конечно, выселение многих людей, армян и азербайджанцев вокруг Карабаха и в Карабахе, и своих намот. И вот как после всего этого настроить мир, когда эти струны очень-очень тонкие, и крайне сложно понимать порой, что можно говорить, что нельзя говорить. Первый мой вопрос будет следующим, Роберт. Я хотел бы у вас спросить, считаете ли вы возможным действительно разрушить недоверие? Или вы считаете, что это недоверие настолько огромное, что можно только маленькими шажочками немного постепенно тушить этот пожар? То есть какую скорость вы видите, и возможно ли она разрушение этого недоверия? В первую очередь думаю, что создавать доверие между армянами и азербайджанцами невозможно, потому что много лет, наверное, больше 30, в Азербайджане государственная политика была антиармянская, и там выросло поколение, которое думает, что Армяне – их навечные враги. У нас в Армении не было так, и это нормально, потому что мы были стороной, которая победила, и победившая сторона в основном не имеет претензий, очень многие претензии к другой стороне, и мое поколение, и еще и следующее поколение представителей которого учатся у меня, я преподаю, у них другое мышление, для них азербайджанцы – это, конечно, не друзья, но и не враги, это люди, которые живут себе рядом. Конечно, так было до 2020 года, после этого несколько представлений изменилось, и получилось так, что, с одной стороны, как я уже сказал, поколение в Азербайджане, для которого все Армяне – враги, а с другой стороны, у нас сейчас люди, в семьях которых, очень многих этих людей, были солдаты, были люди, которые или не пришли с войны, или пришли с проблемами, стали инвалидами и так далее, и у нас тоже сейчас очень негативно относятся к азербайджанцам, поэтому думаю, что на данный момент говорить о взаимной доверии преждевременно, и нужно очень малыми шагами, очень медленно двигаться к совместному проживанию в регионе, потому что по-другому никак на данный момент, по-другому все это будет продолжаться, и если сравнить наши возможности с возможностями Азербайджана, в широком смысле, так как азербайджанцы не одни, у них за спиной всегда Турция, иногда даже Россия, а в этом контексте нужно сказать, что если все продолжится так, как было до сих пор, мы закончим все быстрее, чем просто, простым языком говоря, поэтому нужно как-то продолжить жить, нужно найти какие-то компромиссы в совместной жизни, нужно найти возможности жить в регионе, торговать в регионе, развиваться в этом регионе, и нужно найти точки соприкосновения. Как я уже сказал, это очень медленный процесс, и, наверное, по моему мнению, нужно, чтобы сменились поколения, и у нас в них, чтобы вот это доверие хоть как-то, хоть на каком-то уровне не смогли достичь. Ну вот, я хочу особо сказать, что, возможно, кому-то покажется в уставах Роберта пессимизм, но вообще-то, прежде чем что-то говорить, конечно же, Роберт смотрит в последние 35 лет, то есть вот эти события, которые были и в Карабахе, и в Армении, и поведение России, и да, может кому-то показаться, что нет такого большого оптимизма, но потому что ситуация на самом деле такая. И все-таки Роберт Гевондян – это не блогер, не творческий человек, да, он, соответственно, занимается политологией, и его слова, его оценки более взвешенные, не такие мега оптимистичные, какие мы иногда видим от блогеров, и я это, конечно, очень хорошо понимаю. Прежде чем я задам следующий вопрос, скажу, что, еще раз не повторяю как-то автологию, скажу, что мы очень уважительно относимся к вашему мнению, и я с радостью первого, кого вспомнил, ну, еще несколько человек, это вас, что надо сделать интервью, потому что ваше мнение всегда взвешенное, всегда бедные эмоции, и люди спокойно это слушают, вот они мне говорили, что они, таких людей, как вы, спокойно слушают и действительно начинают думать. А когда кто-то кричит, машет руками, как правило, половина слов, которые говорит эмоциональный эксперт или политолог, они проходят мимо ушей. Вот очень интересную вещь мне сказали, в политике по поводу вас после последнего нашего эфира. Следующий мой вопрос будет касаться России, потому что азербайджанцы, которые были в моем эфире, это и Агир Гусейнов, и Нариман Алиев, все, они практически все говорили, что не все зависит от нас, и мы видим, что Россия хотела бы только нам испортить отношения. Вы видите вообще возможность, вот этот вопрос я задавал также оппозиционеру из Азербайджана, который был в моем эфире, он ранее сидел в тюрьме бакинской, потом вышел. Вы видите возможность Азербайджана и Армении суметь, скажем так, сделать так, чтобы Россия оставила нас в покое, и мы сами договорились? Или вы видите, что Россия может пойти на любую гадость и пакость, чтобы испортить вообще какой-либо миротворческий фон, который пытается создать Америка и Европу? С учетом того, что Россия делает в Украине, вы видите такую возможность, что мы, маленькие достаточно государства, сумеем как-то сделать так, чтобы она там не лезла в наши дела? Пожалуйста. В первую очередь спасибо за теплые слова и вам, Романдам, и нашим слушателям. Ну да, я пытаюсь быть объективным, и по вашему вопросу тоже попытаюсь. В первую очередь нужно сказать, что присутствие России в регионе никуда не делится, никогда это никогда не делится, но пока Россия существует, потому что ничто не вечно под нашим солнцем. Но Россия – это не однозначная страна, это не государство, которое всегда имеет одну и ту же политику. Россия раз за разом меняет свое отношение как в узком смысле к Армении, к Азербайджану, Курции или к кому-то еще, так и в широком смысле. Вообще Россия движется то направо, то налево, может прийти какой-то лидер и сказать, что Россия – это часть Европы, как Ерцин говорил, мы попытаемся стать частью НАТО, стать членом НАТО. Потом пришел Путин и сказал, что нет, у России свой особенный путь, и правильно говорят разные люди, что мы русско-турецкая одна нация, мы должны стать центром вселенной и так далее. Может после Путина придет кто-то другой и скажет что-то третье, но в основном эти ситуации, которые меняются раз за разом, приводят к очень большим изменениям и в таких государствах, как Армения и Азербайджан. Также они влияют на отношения между такими государствами. Конечно, никуда не денется то, о чем мы сейчас поговорили при первом вашем вопросе. Никуда не денется сейчас вот эта взаимная антипатия, по-любому, если даже мы будем торговать вместе, если даже будут открыты границы, вот эта антипатия останется, это объективно так, на данный момент, конечно. Но если поменяется Россия, то могут формироваться новые отношения не только между Арменией и Россией, не только между Азербайджаном и Россией, но и между Арменией и Азербайджаном, потому что другая Россия, если будет такой труд в России, потому что это не факт. Может, после Путина придет еще один Путин, если никто не знает, кто придет после него. Но если это будет, если поменяется Россия, если будет Европоцентричная Россия, будет лидер, который будет двигаться на сторону Европы, и, что мы видели уже, как я уже сказал, ранний Ецин был таким, до, наверное, 1996-1997 года Ецин был таким, то, думаю, что в нашем регионе многое может измениться. То есть влияние России может не помешать вот этому медленному течению формирования давления между Арменией, армянами и азербайджанскими, вот так скажем. Но на данный момент давайте поговорим о том, что есть сейчас. На данный момент Россия такая, которая идет по пути становления новой империи, становления нового центра силы. И вот на этом пути у России в планах нет таких маленьких государств в зоне его влияния, как Армения и Азербайджан. То есть Россия, когда говорит о том, что у Евразии должна быть своя собственная система безопасности, вот эта система безопасности означает, что такие государства, как Армения и Азербайджан не должны иметь собственную независимую политику. Все это должно решаться в центре. Конечно, в Москве я думаю, что этот центр тоже должна быть Москва, хотя по этой логике этим центром может быть и Пекин, может быть и Анкара, может быть, не знаю, там, если вообще до крайности дойти, то может быть и Тегеран и так далее. То есть нынешняя Россия противник того, что у Армении и у Азербайджана могут быть доверительные отношения. Потому что если будут доверительные отношения, если в регионе наши государства будут сотрудничать, регион будет процветать со всеми своими проблемами, вот с частью доверия и так далее, то тогда вот эти планы Москвы стать центром принятия решений просто невозможно будет реализоваться. Спасибо большое всем подписчикам, которые оставляют добрые слова в эфире. Мы делаем днем эфир, потому что мы не знаем, какой эфир будет вечером. Интернет до 15-го числа будет нехороший, нестабильный. Я напомню нашим подписчикам, что повреждены капели сотовых компаний в районе Тавушской области и пока не окончательно восстановили качество интернета до вечера 15-го числа, то есть до понедельника, это все будет исправлено. Тем не менее, не далее, кто будет вечером и ночью, утром заходить, они будут в моей ленте видеть эфир и также могут оставить свои комментарии, так же, как и в YouTube-канале. Роберт Гебондиан отвечает на наши вопросы. Роберт, вот азербайджанская сторона, вот те интервью, которые я уже сделал, они настроены очень оптимистично, бойко, и мы видим, делает заявление с одной стороны оптимистичный тот же Эрдоган, с другой стороны они говорят о том, что надо решить вопрос так называемого, опять он сказал, Зангезурского коридора. Вчера он опять произнес эту фразу, хотя они до этого говорили, что эта фраза ничего не значит, просто это так они назвали. При этом президент Азербайджана и их министр иностранных дел говорят, что необходимо решить вопрос с армянской конституцией, о которой также говорил премьер-министр еще в 2018 году, когда пришел к власти, он говорил о том, что вот эта конституция, она не совпадает с нынешними реалиями и с вызовами, которые стоят перед нашей государственностью и перед международно признанными границами Армении. Вы знаете, что недавно сделал очень важное заявление Пашинян, что мы должны заниматься реальной политикой и на все смотреть реально. Что вы думаете по поводу армянской конституции? То есть понятно, что мы не слушаем Алиевы, Азербайджан, но вот то, что там написано, что Арцах должен там быть воссоединиться с Арменией, это одно целое и так далее, и так подробно. Что вы думаете о том, что было написано в 90-х годах? Считаете ли вы, что это было написано, чтобы ссорить Армению и Азербайджан, потому что если бы Россия хотела бы, чтобы так было, она бы сто раз уже признала Карабах частью Армении или независимой? Считаете ли вы, что это искреннее желание каждого армянина, который мы должны оставить, или вы считаете, что Пашинян прав, что надо заниматься реальной политикой? Пожалуйста. Сейчас слышно, да. Нужно сказать, что изменение Конституции – это обещание, которое дало армянскому народу Пашинян. Это обещание он дал и во время революции, и после этого во время первого предвыборного процесса в 18-м году, в декабре, 18 ноябре, декабре, и еще во время второго предвыборного процесса в 2021 году. И в Конституции очень много проблем. Та Конституция, которая была изменена в 2015 году, привела к очень большим проблемам, не только внешним, но и внутренним проблемам в Армении. Вот если пересчитать, в 16-м году, после 15-го, в 16-м году у нас была война, в 17-м выборы и процессы после выборов, в 18-м году революция, в 20-м году еще одна война, в 21-м, 22-м. Мы уже потеряли очень много времени для изменения Конституции, и не нужно медлить по этому поводу. Две комитеты по изменениям Конституции в основном никаких результатов не дали. Нужно сказать, что и по части профессии людей, которые были в этих комитетах, у меня очень много вопросов было, потому что там в основном были юристы, а Конституция в первую очередь это политическое явление. И то, что говорит Пашинян о том, что нужна новая Конституция, это означает еще потерять несколько лет, потому что для этого пока что у нас нет основ, чтобы новую Конституцию принять. Я извиняюсь. Но о том, по части, вот, менять Конституцию таким образом, чтобы там не было больше ничего про Карабах, я думаю, что об этом говорить преждевременно. В первую очередь, есть Карабахцы, есть карабахские армяне, которые имеют право по всем международным понятием вернуться к себе домой, жить в своих домах, жить на своей земле. Но никто не говорит о том, что Карабах должна быть частью Армении, сегодня уже никто не говорит. И я скажу еще одно. Все армянские лидеры врали, начиная с первого президента, о том, что в Армении есть ВОЧМИТИ ЗАКАННЕШ. Как это будет по-русски? Я не знаю. Люди, которые... ВОЧМИТИ ЗАКАННЕШ. Люди, которые говорят, что не надо отдавать ничего. А, ну понятно. Ну, так называли. Но врал первый президент Армении, откровенно врал, потому что все президенты, начиная с него, заканчивая с внешним премьер-министром, все лидеры Армении говорили о том, что мы готовы отдать часть вот те территории, которые не были частью Нагорно-Карабахского автономного округа, взамен на то, чтобы Азербайджан признал Карабах. Ну, это значит, что никто из них не был сторонником того, что все земли должны остаться у нас. И это говорит об одном. Это говорит о том, что если бы были люди, которые реально думали, реально готовились к тому, что Карабах станет армянским, они бы не создавали, они бы не меняли, скажем, асфальт веревания два раза, три раза в год. Они бы все это, всеми этими ресурсами создали бы такую оборонительную линию, которая разрушить у Азербайджана, думаю, что вот так легко не получилось. Но вместо этого мы знаем, что было на первой линии, мы знаем, что было на второй линии. Только одно замечание, когда азербайджанцы прорвали линию на стороне от Чабраиля, первая оборонительная линия армии Карабаха, до города Кубатлу, до этого никаких больше линий не существовало. Армянские войска просто бежали до Кубатлу, потому что там не было окопов даже, чтобы они вошли в это, и попытались остановиться азербайджанцев. Почему? Потому что, как я уже сказал, ничего внутри этой линии не было построено. Вот смотрите, чтобы сравнить, что делают россияне в Украине, вот в тех территориях, где они сейчас контролируют, оккупировали часть Украины, и контролируют вот эти территории. Что они там делают? Они там создали первую линию, вторую линию, третью линию, и каждая линия оснащена так, что требуется очень много ресурсов, чтобы пройти первую линию, но там все начинается заново. Для второй линии, для третьей, для четвертой линии и так далее. Вот россияне сейчас думают, что они готовятся хотя бы к тому, чтобы эту часть оставить себе. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Но мы к этому не готовились. Никогда. Никакой армянский лидер, ни первый, ни второй, ни третий президент, и тем более не нынешний премьер-министр, не готовились к тому, чтобы эти территории остались за армянами. Даже если подумать о том, что может быть Кочарян или Серж думали, что мы отдадим вот эти территории вокруг НКО, и НКО останется нам, Армении или независимым государством, даже это неправда. Потому что даже по линии НКО ничего не было построено. Ничего практически не было построено. И в этой связи нужно сказать, что на данный момент говорится о том, что не нужно менять Конституцию, потому что там про Карабах написано, или нужно менять и оставить там Карабах, это еще один самообман. Думать о том, что при нынешних реалиях Карабах может стать частью Армении, это, как я уже сказал, самообман. Конечно, ничего не вечно, как мы уже сказали, и могут прийти времена, когда у Армении будет шанс развиваться. Любое государство, это живой организм, если государство питается, если государство развивается, она в промежутке исторического времени расширяется, вспомнил. И наоборот, если воровать у государства, если изнеможать государство, то она становится более узкой. Вот смотрите, Армения развивалась до 1991 года, хотя бы экономически, и она стала шире. Шире примерно на 12 тысяч квадратных метров. После этого 30 лет мы грабили Армению, и Карабах тоже. Я хочу сказать, очень интересную вещь вспомню, я хочу рассказать нашим слушателям. Несколько дней назад, один человек в Фейсбуке написал, что Бог смотрит на армян, и вот так думает, вернуть армянам их земли или нет. Но потом думает, что если вернем, все начнется заново. Бог вернул нам 12 тысяч квадратных километров. Что мы сделали с ними? Воровали, леса просто отрубали за эти времена, и некоторые люди на этом нажили очень большое богатство. Ничего не строили. Нельзя же говорить о том, что была построена, не знаю, одна дорога через Лачин или другая дорога через Кель-Баджар. Вот смотрите, как строят Карабах сейчас аллею. Ничего не построили. Там у нас было 100 тысяч людей, за 30 лет их стало 120, не знаю, может быть 150 тысяч. То есть мы даже не жили там. И почему эти земли должны были оставаться нам? Вот в этом мире, где каждый кусок земли очень важен, где 8 миллиардов людей живет, почему должны были отдавать нам вот эти земли 12 тысяч квадратных километров, когда там даже мы не жили? Даже люди просто не жили там. Не говорить же о том, что 100 тысяч людей должны были создать государство, 150 тысяч людей должны были создать государство на 12 тысяч квадратных километров. Такую роскошь в нынешнем мире никто никому не даст. И нужно сказать, что в этих реалиях, если нам нужно менять Конституцию, то мы должны этого сделать. Мы можем в Конституции не писать о том, что хотим, чтобы Арабас стал армянским. Конечно, мы все в своих сердцах это хотим. Конечно, я сам, как армянин, как патриот своей страны, уверен, что придет время, не знаю, при мне, может быть, при моих внуках или внуках их внуков, когда Армения будет шире, когда Армения будет на армянском наголе. Но мечтать об этом, думать об этом, и писать об этом, это совершенно разные представления о отношениях не только международных, не только между государством, Это совершенно разные представления об отношениях между людьми, потому что есть другая сторона, и эта другая сторона имеет свои цели. И думать, что ты будешь всё время говорить о том, что ты когда-нибудь забьёшь что-нибудь, и он не даст тебе первые же возможности по голове, это неправильно. Ещё один вопрос, я очень надеюсь, что всё-таки действительно мы идём к миру, я очень надеюсь, что никто не испортит вот этот очень хрупкий диалог, очень много проблем сегодня. Кстати, президент Ирана сделал очень здоровые заявления, я по поводу президента Ирана хотел у вас спросить, он опубликовал свою статью, где пишет о том, что Иран будет улучшать отношения с соседями, в первую очередь с соседями, что вы видите в изменениях Ирана, которые могут ждать отношения Армении к Ирану? Новый президент Ирана, который тюрок и частично азербайджанец. Какую он политику будет вести в регионе, и в частности в отношениях с Арменией, чего вы ждёте от него и чего нам ждать от него? Пожалуйста. В первую очередь хочу отметить, что эти сведения неверные, он не азербайджанец, он родился в Атропатакане части Ирана, то есть ничего общего с этническими азербайджанцами он не имеет, если есть такое понятие «этнический азербайджанец», потому что мы знаем, что это кавказские татары, которые с 1920-х годов назвали себя азербайджанцами, но это не значит, что турки, этнические тюрки, которые жили и живут в Иранском Атропатакане, тоже называют себя этническими азербайджанцами. Такого нет. из Бакука хотят, чтобы так было, чтобы этот фактор как-то использовать. Он иранец из Атропатакана, вот так нужно сказать. Да, этнически у него есть туркирские корни, но думаю, что этот фактор вряд ли будет влиять на отношения между Ираном и Арменией, в первую очередь. Он еще и умеренный реформатор, об этом говорят все, и его статья тоже говорит о том, что он, да, умеренный реформатор. И это дает надежду на то, что отношения между Ираном и Западом несколько улучшатся. Это для Армении очень важно, потому что мы понимаем, что все это время, 33 года, у Ирана были очень большие проблемы с Западом, но Запад с пониманием относился к Армении, потому что у нас с двух сторон были закрыты границы, и Армения в некотором роде, конечно, не в полном объеме, но в некотором роде могла все это время сотрудничать с Ираном, в первую очередь в экономическом контексте. Думаю, что вот это улучшение, некоторое улучшение отношений между Ираном и Западом пойдет на пользу и нам. И то, что на данный момент мы видим, что Запад пытается в нашем регионе участвовать в политических процессах впоследствии Армении, то есть получается так, что Азербайджан проблематичен, у Грузии некоторые проблемы, связанные с последними событиями, и остается Армения, которая сейчас самый лучший вариант или самая лучшая возможность для Запада, чтобы быть в куче событий в нашем регионе. И в этом смысле вот это сближение Ирана с Западом, конечно, говоря с сближениями, должны понимать, что это не означает, что завтра Иран будет частью цивилизационного Запада, так как, скажем, Индия или Япония или Южная Корея. Ну, до этого еще Россия расти, но некоторое сближение – это большая возможность для Армении немного улучшить свое положение в регионе. И еще Иран говорит о том, что очень важны отношения с Китаем, с Россией. О России мы уже говорили, отношения между Ираном и Китаем всегда были на некотором уровне. И вот этот средний коридор, о котором много говорится, и который может пройти и через Армению, и через Иран, и Армению, и через Азербайджан, Армению и Турцию. То есть здесь получается в некотором роде перекресток, о котором говорят армянские влясти. Вот этот перекресток может принести очень большую пользу Армении и экономическую пользу, и политическую пользу, и возможность улучшить безопасность страны. То есть дорога открыта для работы. Конечно, еще много факторов должны совместиться, чтобы мы вот к этому пришли. Но возможность есть. И последнее пожелание. Ваше пожелание всем армянам и Азербайджанцам, которые стремятся к миру, но видят, что не все легко получается. Какие у Вас будут рекомендации или пожелания? Пожалуйста. Ну, я скажу, что я бы хотел, чтобы наши две народы попытались найти точки соприкосновения. Потому что не мы отсюда не уйдем, не они не уйдут из своих земель. И мы по стечению обстоятельств, исторических обстоятельств, вынуждены жить в одном регионе рядом. И если мы вынуждены жить, то и нам, и им выгоднее жить, сотрудничая, чем воевать. Посмотрим, как получится. Ну, хотелось бы, чтобы две народы хотя бы некоторое время жили в согласии и обогащали друг друга. Спасибо большое. Это был Роберт Георганзиам, политолог. У меня будет первая часть в комментарии, а вторая часть в комментарии первого эфира. И все это вы также можете единые картинки увидеть в YouTube-каналах. Спасибо, Роберт. Спасибо.